Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии понедельника. Снова начинаем пятидневку. Думаю, что если смотрели содержание экономического календаря, она уже не будет такой насыщенной на важную статистику, как прошлая. Но поскольку есть тема Греции, которая до сих пор составляет сейчас основу для большого количества инфоповодов, можно сказать, что потенциал все-таки для повышенной волатильности имеется. Я думаю, что мы увидим по факту поступления дополнительных новостей эти самые волатильные движения. Также хочу отметить, что сегодня традиционно в 16.30 по Москве состоится наш вебинар «Правильный понедельник», где мы снова подведем итоги прошлой недели. Расскажем про первоосновы движения активов. Перейдем плавно к основным событиям этой пятидневки. В конце, на заключительном слайде, как и всегда, я покажу вам те ценовые ориентиры, которых мы придерживаемся, на которые смотрим по итогам этой пятидневки. Поэтому буду рад вас всех видеть. Еще раз напоминаю, в 16.30 по московскому времени наш вебинар «Традиционный правильный понедельник». Давайте начнем традиционно с российского рынка, с поведения рубля. Откройте, пожалуйста, графики USD, RAP. Сейчас мы видим то, что пара уже уверенно закрепилась выше 55, текущие актуальные котировки выше 56. И если опять же посмотреть на фундаментальный фон, тут также, в принципе, без изменений. У нас была нефть в качестве ключевого актива по итогам прошлой пятидневки. И мы делали ставку на нефть. Почему? Потому что в пятницу состоялось долгожданное решение ОПЕК относительно дневной квоты по выработке энергоресурсов. Думаю, что также вы уже знаете, что квоту не изменили, оставили на прежнем уровне в 30 миллионов баррелей в сутки. Но мы с вами анализировали отдельно по странам нефтяного картеля выработку и пришли к выводу, что на самом деле эта планка уже давно неформально поднята. И текущие объемы актуальные, реальные, они выше 30 миллионов баррелей. Плюс ко всему, совсем скоро к общему рынку, к общему, скажем, сегменту производства энергоресурсов может присоединиться еще и Иран. Соответственно, это дополнительные объемы и еще большие предпосылки для роста и, скажем, генерации избыточного приложения углеводородов на рынке энергоресурсов. Поэтому в целом, если посмотреть на бренд и как вел себя этот актив по итогам торговой сессии пятницы, да, это колоссальная волатильность, локальный минимум, обратите внимание, на каком уровне находится. Чуть-чуть не дотянули до 60 нашей цели, но поскольку мы, по сути, услышали то, на что надеялись, квоту, разумеется, не снизили. И, опять же, то, что я сказал, уже является дополнительной предпосылкой, которая позволяет нам снова вернуться к ключевому аргументу. Это балансы спроса и предложения на рынке нефти. И, соответственно, сейчас можно также продолжать делать ставку на то, что нефти много, а вот спроса, с учетом последних показателей темпов экономического роста мировой экономики, недостаточно, чтобы покрыть все это избыточное предложение. Поэтому нефть, скорее всего, с большей вероятностью продолжит полномерное снижение движения в район 60 долларов за баррель. Теперь посмотрим на российский актив, как рубль вел себя по факту оглашения решения ОПЕК. Это, разумеется, давление, поскольку нефть корректировалась. Может быть, еще более объемлющим фактором локального характера уже давления для рубля выступляет ситуация на юго-востоке Украины. Вы прекрасно знаете, что ситуация по-прежнему оставляет желать лучшего, напряженность нарастает. Минские протоколы, дорожная карта и референдум уже, в принципе, нарушены. И в целом остается надеяться, что последует встреча, которая сможет вернуть всех заинтересованных сторон к вовлеченности в эту ситуацию, и все-таки поможет найти те самые долгожданные факторы потенциального выхода из этой неприятной ситуации. Но поскольку у нас есть уже прецеденты влияния ситуации на Украине на российский рынок, на динамику российского актива, мы, в принципе, уже руководствуем всей историей и прекрасно понимаем, что если ситуация касается эскалации напряженности на юго-востоке Украины, это, соответственно, предпосылка для еще большего давления на российскую экономику со стороны Запада. Это возможные угрозы новых финансо-экономических ограничений и рестрикций. Ну, в общем, это, скажем, еще один такой объемлющий негативный фонд, который снова окутал российский фондовый рынок и валютный тоже, в принципе, то есть российский актив. До тех пор, пока мы не услышим о возможном позитиве, хотя я думаю, что даже если это произойдет, должно случиться что-то более стоящее, чтобы действительно убедить всех тех, кто следит за этой ситуацией, что основания для преодоления этого кризисного события есть. Но пока мы сказать об этом этого не можем, и до тех пор, пока, в принципе, юго-восток – это новый, точнее, старый новый фактор напряженности, значит, полномерно делаем ставку еще на эффекты геополитических рисков, которые разгоняют премию за риск и бьют по позициям российского валютного актива. Текущие актуальные котировки, если есть возможность, буду рад, если подскажете, USDRAP, 56, наверное, с небольшим. Ситуация вряд ли изменилась за последние 5 минут. И наша с вами цель, с учетом, опять же, текущего фундаментального фона, это ставка на то, что пара USDRAP будет карабкаться повыше, в район 58-59. Что касается еще дополнительных аргументов, не стоит забывать и про центральный банк, который активно покупает валюту на открытом рынке, на внутреннем рынке. Объемы, конечно же, скромные – 150-200 миллионов, хотя последние дни можно сказать, что ОЦБ держится в верхней планке в 200 миллионов долларов в день. Но все-таки эти объемы не столь подавляющие, чтобы их можно было спроецировать на реальные возможности ослабления российской валюты. Но здесь очень важны нюансы, связанные с комментарием председателя Центрального банка Набиульной, который отметил, что покупки Центрального банка для пополнения золотовалютных резервов – это была такая не разовая, не локальная прихоть. Это стратегическое, тактическое решение российского мегарегулятора, которое направлено на то, чтобы увеличить российские ЗВРы до 500 миллиардов долларов. Это примерно еще 150 миллиардов нужно прибавить. Учитывая текущие объемы, я думаю, что эта программа, эта тактика со стороны ЦБ будет действовать не месяц, не два, а года еще 3-4, если в целом ситуация не изменится. Потому что полномерно мы видим, что ЗВРы из-за текущей экономической конъюнктуры еще имеют тенденцию сокращения. Поэтому эта программа будет продолжаться. И еще один акцент на дополнительный комментарий Набиульной о том, что при необходимости, если рубль снова вернется к тенденции укрепления, программа покупки валюты может быть даже увеличена. Суммы, конечно же, не назывались, чтобы не будоражить, не провоцировать рынок на неправильные тенденции, но все-таки вероятность такая есть. И еще, что касается российского рынка, поскольку мы с вами уже полностью проанализировали ситуацию с ОПЕК, что теперь интересного для рубля? Помимо, конечно же, ситуации на Украине, мы приближаемся к решению ЦБ по процентной ставке. В середине этого месяца, учитывая текущую динамику, я думаю, что все-таки, если ЦБ примет решение о еще одном снижении ставки, о дополнительном смягчении монетарной политики, вряд ли будут соблюдаться прежние серьезные шаги по коррекции. Если раньше мы обозначали, что ставку могут снизить с 12,5% до 10%, то, опять же, учитывая текущее ослабление российской валюты, возможные в связи с этим риски инфляции, я думаю, что в лучшем случае стоит надеяться на снижение ставки на 1,5%, скорее даже на 1%, то есть с 12,5% до 11,5%. Но в любом случае, это снижение, это действие ЦБ, и это еще один фактор давления для российского актива. Поэтому с целями по российскому рынку мы с вами определились, по валюте и по нефти тоже. Давайте двигаться дальше. Евро-валюта, евро-доллар, откройте, пожалуйста, дневки, графики. Смотрим за текущей динамикой и, конечно же, отталкиваемся от фундаментального, актуального фундаментального фона. Помните, что по итогам прошлой недели, после того, как ситуация в Греции стала причиной серьезной разгрузки главного валютного риска, был локально найден, скажем, такой прогрессирующий фактор, который участникам рынка позволил сделать ставку на то, что соглашение между тройкой кредиторов и Грецией вот-вот должно быть достигнуто. На основании чего мы сделали такой вывод? На основании того, что тройка решила проявить инициативу и предложить обновленный пакет потенциального соглашения с Грецией. Правда, положения я этого документа не видел, я думаю, что их никто не видел, кроме тройки и Греции. Но, вроде бы как, этот документ должен был стать, скажем, фактором, который позволил бы сдвинуться ситуации с мертвой точки. Этот документ подготовили, согласовали, отправили в Грецию, и в конце недели мы получили ясное свидетельство того, что этот документ полностью не устраивает Грецию. Снова, то есть, премьер-министр Греции Ципрос констатировал, что это абсолютно невыполнимые требования, абсолютно такие же, как и в ходе предыдущего, скажем, документа, который предполагал необходимость реформирования пенсионной системы и рынка труда. Поэтому Ципрос также добавил, что если и делать ставку на возможность достижения соглашения, то это только на основании тех условий, которые предложит Греция. Потому что то, что демонстрирует тройка, это не то, что стоит обсуждать, и не то, что может лечь в основу потенциального соглашения. Поэтому этот документ не был принят. Мы знаем, что в пятницу Греция должна была исполнить свое долговое обязательство на сумму в 300 миллионов евро. Эта выплата была пропущена. Поэтому мы планомерно еще до пятницы уже говорили о том, что, может быть, Греция все-таки найдет эти деньги. И, соответственно, совокупное обязательство будет уже в районе 1,3 миллиарда. Поскольку выплаты не последовало, совокупное обязательство до середины июня по-прежнему 1,6 миллиарда евро. Круто, много, без соглашения денег не будет. Если такое обязательство Греция не исполнит, тут уже гадалки не ходи, придется объявлять технический дефолт, поскольку вряд ли МВФ еще позволит, скажем, тянуть резину, связанную с исполнением долговых обязательств перед ним. Сейчас остается надеяться, что Греция представит свой документ, свое предложение. И, в принципе, должна была представить еще в пятницу. Этого не последовало. На выходных тоже молчок, никаких документов. В то же время саммит все ближе и ближе. В среду он состоится. И ряд высокопоставленных европейских чиновников уже констатирует тот факт, что глубоко разочарованы позиции Греции, которые реально не демонстрируют никаких самостоятельных шагов, а, напротив, даже игнорируют те предпосылки, которые создаются со стороны тройки по возможности нахождения компромисса. И это еще больше усугубляет ситуацию, нервирует рынки, повышает неопределенность и опасения со стороны трейдеров. Поэтому тройка европейской комиссии сейчас надеется, что до среды Греция все-таки проявит ответственность и представит эти самые предложения, которые должны стать основой для нахождения решения по преодолению проблемы с греческим долгом. Если этого документа не будет, соответственно, в ходе саммита не на что будет опираться, чтобы найти выход из этой ситуации. Поэтому, если до среды Греция, опять же, не представит этот документ, я думаю, что можно будет чисто теоретически готовиться к самому негативному сценарию, связанному с потенциальным выходом Греции из состава валютного блока. Хотя это сейчас, конечно же, никто не допускает. Поэтому евро-доллар у нас, поскольку отсутствует статистика, но я думаю, что даже если бы и была важная статистика на фоне ситуации с Грецией, она была бы проигнорирована. Греция у нас тема номер один. Поскольку есть вероятность самого негативного сценария, значит, нужно быть осторожным в торговле евро-долларом и прекрасно понимать, что если этот сценарий будет реализован, евро может оказаться под серьезным ударом. Речь идет о коррекции даже не на 100, там 200 пунктов, речь может пойти о коррекции в 400, в 500 пунктов, в 600 пунктов, почему бы нет. Может быть, даже это станет очередным черным лебедем, который в последнее время на рынке Форекс происходит довольно-таки часто. Поэтому евро-доллары продолжаем следить локально. Что может оказать поддержку евро? Наверное, если мы увидим снова продолжающийся рост немецких десятилеток. В последней, скажем, торговой сессии, да, этот фактор долгового рынка оказывал поддержку евро. Если сегодня десятилетки не предпримут попытку поддержать евровалюту, по сути, факторов для роста главного валютного риска не будет. И можно будет железобетонно продавать этот актив. Идем дальше. Доллар и японская иена. Здесь уже ситуация связана с национальным макроэкономическим фоном, поскольку в пятницу у нас был ключевой отчет по состоянию американского рынка труда Non-Farm Perils. И по факту мы увидели отчет, свидетельствующий о приросте числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора 280 тысяч. Против прогноза 225 и против прошлого показателя 221. То есть, в целом, мы получили еще один сигнал того, что рынок труда восстанавливается, а рынок труда – это один из ключевых факторов для принятия решения по повышению процентной ставки. Очень важно еще сделать акцент на то, что мы увидели не просто прирост нового числа, большого числа рабочих мест, мы увидели еще статистическое подтверждение роста зарплат, которые выросли на 0,3%. Это самый максимальный рост с, по-моему, ноября 2013 года. Поэтому, в целом, напомню вам, что рост зарплат – это один из критериев, которые позволяют надеяться на разгон индекса потребительских цен. Поскольку мы получили подтверждение того, что этот показатель растет, значит, можно, даже с учетом еще прошлых макроэкономических данных, собрать все обстоятельства для роста и индекса потребительских цен. У нас хороший сигнал по рынку недвижимости, и у нас есть еще комментарии со стороны представителей ФРС Дадли, который констатировал, что промедление в пятницу, это, кстати, было, с повышением процентной ставки, может создать угрозу для финансовой стабильности Соединенных Штатов Америки. И он сделал очень правильный, на мой взгляд, акцент на то, что сильный доллар, на который сейчас ориентируются многие, объясняют, что сильная валюта, она 100% будет откладывать решение ФРС по повышению процентной ставки. Дадли отметил, что сильный доллар и вообще стоимость американской валюты – это один из множества факторов, на которые опирается решение ФРС по повышению процентной ставки. И это далеко не определяющий фактор. Поэтому, если статистика и прочие условия будут способствовать к такому роду решению, значит, ФРС примет его. Мы готовимся к нему, как и, в принципе, большинство участников рынка в сентябре, но я думаю, что если тенденция будет сохранена такая восстановительная в июле, можно будет делать ставку на то, что сюрприз, очень важный для рынка, может поступить уже и в августе. В целом, конечно же, хорошая статистика и анализ того, что я сказал, стала причиной активного роста пар доллар-японская иена. Посмотрите, максимум был выше 125, даже практически 126. Мы достигли нашей цели, рынок пролетел этот уровень, отправился выше. Актуальная котировка примерно в районе 120.50. И хочу предложить вам цели Morgan Stanley по этому валютному активу, по тандему валютных активов. USD иена в ближайшие три месяца, как косрочная перспектива, может добраться до уровня 128. Что касается до конца года, уже более растянутой перспективы, то с учетом такой восстановительной тенденции, мы сможем увидеть по паре доллар-иена значение ценовое даже выше 130. И теперь посмотрим давайте на другие активы. Австралиец, фунт, в принципе, ориентировались на общее рыночное настроение, поскольку доллар получил достаточно оснований для роста, рисковые инструменты, напротив, оказались в аутсайдерах. Фунт у нас отправился вниз, практически добрался до нашей статистической цели в районе 1.51, но потом пошло восстановление. Я думаю, что вот этот понижательный риск, он сохраняется и для британца. Что касается пары аут-юсд, то у нас там цель 0.75, давно мы ее поставили с очень высоких уровней, с уровня 0.8, если быть совсем точным. Сейчас актуальные котировки примерно в районе 0.76, до этой цели остается еще около 100 пунктов. Поэтому еще одно интересное инвестиционное решение. Ясно? Вопросы? Тогда большое спасибо за внимание, ждем вопросов на нашем официальном канале Амаркетс, оставляйте их под видео окном. Всего доброго, до свидания.